Я спонсор видео. Магазин Little Game. Большой ассортимент и низкие цены. Ссылка в описании. Мое почтение. Всем привет, дорогие друзья. С вами Магрубер. И сегодня я с вами в обзоре игра Зельда. Link's Awakening. Вообще по Зельде я люблю игры, вообще эту вселенную. У меня вот есть первая Зельда, которая вышла на свече, Breath of the Wild. Мне очень она понравилась. Зависал там часов 50 точно. Классная игрушка. Также есть вот такая вот Зельда на DS, нераспечатанная. По-моему, там выходило их 3 или 2 части. Есть все три Зельды для знаменитой 3DS-ки. Вот такие вот. Ocarina of Time потрясающе. Прошел ее. A Link in the World и Majora's Mask. Ocarina прошел, а вот эти две еще мне предстоит пройти. Дальше. Замечательная Twilight Princess на Wii. Тоже, говорят, обалденная часть. Не менее привлекательная Зельда Wind Waker на Nintendo Wii U. Запечатанная. И, конечно же, A Link to the Past на Super Nintendo. Ну, а это уже девятая часть в моей семье Зельд. Кстати, очень ее ждал. Сначала так посмотрел, думал, что это, как это. А потом увидел, что действительно игрушка потрясающая. И в моем стиле я люблю такую стилистику, на самом деле. Итак, примет это здание. Такой вот у нас капюшон, можно так сказать. Немножко перемялось, к сожалению. Но сейчас вообще, оказывается, проблема с этими Зельдами. Их уже практически нигде нет. Поэтому, можно сказать, не повезло. И мы видим здесь, разумеется, красоту. Начнем по порядку. Видите, даже все продумано. Link's Awakening. Европейка. В принципе, ничего нового. Давайте распакуем, потому что я, в принципе, буду держать, я так понимаю, все-таки основную часть в стилбуке. Снимаем пакетик. И смотрим. Бумажка. Обратный арт. Красиво. И сам карик. Красиво смотрится даже обложка. Следом у нас идет вот такой вот стилбук. И он, я могу сказать, офигенный. Смотрите. Вот такое вот тиснение у него классное. Действительно, чувствуешь кнопочки под геймбой. Под классический геймбой. Очень, очень круто. Вот для сравнения даже. Понятно, что он больше, ясно дело. Но, тем не менее, тем не менее, даже сзади видите, как карик вставляется. В принципе, полностью скопировали. Скопировали. Это не может не радовать. Действительно, очень классно придумано. Респект. Так. Ну и последнее. Смотрим, что у нас есть. Это артбук. Все, больше ничего нет. Кровка пустая. Артбук в твердом переплете. Я думал, что он будет больше, если честно. Давайте чуть увеличим. И посмотрим, что в нем такого интересного. Ну, как любые, чувак на Марио похож, любые артбуки, в принципе, нас знакомят с персонажами, нас знакомят с локациями, как видите. С врагами. Странно, что нет пооружива отдельного. Локации есть, а пооружива не вижу. А, вот что-то такое по предметам есть, я так понимаю. В общем, стандартный артбук. Еще вот такая, я так понимаю, это вся карта, да? Оригинальной Зельды. Очень, очень классно на самом деле. Мне очень нравится такой набор. Кровер определенно стоит своих денег. И кто не успел или сомневается, советую взять, потому что копий осталось на продажу мало. И не факт, что вообще вы ее найдете сейчас. Но, тем не менее, мне повезло. Спасибо за это, магазиновый Little Game. Ну, а с вами был Макрубер. Как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Мы с вами еще увидимся. Не переключайтесь. И до новых встреч. До свидания.